Мало благоустроить, надо и изберечь, чтобы защитить столицу от вандализма, в Казани увеличат камеры видеонаблюдения. Такое предложение озвучили сегодня на деловом понедельнике в мэрии. Обсудили вопросы строительства, в ближайшее время на Ленинской дамбе уложат новый асфальт. Инна Данилова продолжит. Ровно через две недели Ленинскую дамбу закроют для движения транспорта на два выходных дня с 15 по 16 июня. Для того, чтобы выполнить необходимые строительные работы. А чтобы последствия такого шага были наименее болезненны для горожан, именно к этому моменту должны быть завершены все строительные работы на пересечении Амирхана-Чистопольской. И эта развязка должна быть полностью открыта для движения. Продолжатся масштабные работы по укладке асфальтобетона на улицах города, а также работы по благоустройству Казани. Появится много зеленых насаждений, скверов, фонтанов, бозонов, клумб. И главный враг здесь даже не время, которого до универсиады остается все меньше, а вандалы. Они воруют цветы из клумб и бозонов. А недавно на Булаке разобрали фонтан и украли еще 50 форсунок к другим фонтанам. Правильной мерой будет эта установка видеонаблюдения на мостах Булака, для того, чтобы можно было отследить, кто и в какое время занимается демонтажом. Потому что, в принципе, 50 форсунок скрутить – это работа не двух минут, не одной минуты. Продолжится также борьба с несанкционированными свалками, которых из-за повсеместного строительства пока меньше не становится. И с самими незаконными постройками, так называемыми таунхаусами. Всего и в Казани насчитывается 134. В отношении шести вынесены судебные решения о сносе, в отношении пяти – о приостановке строительства. Сегодня были озвучены адреса, куда судебные приставы нагрянут в ближайшее время. Исполнительные листы выданы незаконной постройкой на улице Бойничной, на улице Строителей 23, значит, Каенлы, на улице Центральной, значит, по-моему, он исполнен. Если же говорить о долевом строительстве в целом, то подобных проблемных домов сегодня в Казани 9. Самая сложная ситуация – с домом на пересечении Краснококшайское в Оруде. Кроме того, в список проблемных домов могут попасть дом номер 21 на улице Маяковского и дом номер 18 на улице Галяскара Камала. Инна Данилова, Адель Миндубаев, Вести, Татарстан.